Суть закона заключается в требованиях. Он требует от человека. Он требует от человека, который является банкротом, у которого никогда не было ресурсов. Для того и дан закон, чтобы доказать, у вас нет ресурсов. Закон требует от человека. А суть благодати в обеспечении. Закон требует, благодать обеспечивает. Вы подумайте, под законом Бог требует чего-то от человека, а у человека нет ресурсов. Под благодатью человек предъявляет запросы Богу, а у Бога ресурсы всегда есть. Закон осуждает лучших из нас, но благодать восстанавливает худших из нас. Вы понимаете, о чем я говорю? Это удивительная истина. В 12 главе послания к римлянам апостол начинает говорить о христианском поведении. Это послание благословит вас. Мы сосредоточимся на изучении мест Писания. Будем смотреть, что означает каждая из них. Будем разъяснять, и это благословит вас. В первой части 12 главы послания к римлянам говорится о том, чтобы представить наши тела в живую жертву Богу и об обновлении ума. О представлении наших тел Богу и об обновлении ума. Для каждого, кто просил Бога, «Покажи мне волю Твою для моей жизни». Какова воля Твоя для моей жизни? Что я должен делать? Эти два аспекта жизненно важны для понимания. Представить свое тело Богу в жертву живую и обновлять свой ум. Начнем читать с первого стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим». Он обращается к христианам. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Как видите, эти слова обращены к христианам. Поэтому апостол использует слово «братья». Если бы Павел говорил к неверующим, он точно бы не использовал слово «братья». «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим». Обратите внимание, он говорит, «Я прихожу к вам с милосердием Божьим». Многие проповедники приходят к вам с гневом Божьим. Они используют гнев Божий, чтобы достичь цели. Но апостол говорит, «Я прихожу к вам не с гневом Божьим, пытаясь через страх привести вас к покаянию. Я не пытаюсь побудить вас к чему-либо через гнев Божий». Нет, нет. Он говорит, «Я прихожу к вам с милосердием Божьим, и через него побуждаю вас к действию». Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, милосердием Божьим, а не гневом, представьте тела ваши в жертву живую. Кажется, тут есть противоречие, ведь жертва по определению «мертва». Жертва, возложенная на алтарь, «мертва». А апостол говорит, «Представьте тела ваши в жертву живую». Интересно, я хочу живой жертвы, а не мертвой. Мне не нужна мертвая жертва. Мне нужна живая. Я хочу, чтобы она была святая, благоугодная Богу. И это самое малое из того, что вы можете сделать для разумного служения вашего. Это наименьшее из того, что вы можете сделать. Ведь Иисус умер за вас. Итак, апостол говорит к христианам. Что такое первый стих? Это рецепт того, как узнать и исполнить совершенную волю Божью для вашей жизни. Я покажу вам. Я никогда не рассматривал это местописание в таком аспекте. Это рецепт того, как узнать и исполнить совершенную волю Божью для вашей жизни. Возможно, посвятить свою жизнь Господу для своего спасения, но при этом не покоряться Ему в повседневной жизни. Бывает так. Вы посвятили себя Господу, чтобы получить спасение, но вы не покоряетесь Ему в повседневной жизни. Кто из вас знает, что так бывает? Я посвятил себя Господу, но бывают дни, когда я не покоряюсь Ему. Я не делаю того, чего Он желает от меня. Только тогда, когда мы представим в жертву Богу все области своей жизни, мы увидим проявление Его совершенной воли через нашу жизнь. Вопрос. Готов ли я отдать Господу все области своей жизни? Вы спасены. Но мой вопрос. Готовы ли вы представить каждую часть своей жизни в живую жертву Господу? Павел говорит, «Милосердием Божьим умоляю вас сделать это». И он говорит, что не просит сделать много. Проблема с жертвой, с живой жертвой, состоит в том, что иногда она сползает с алтаря. Понимаете, о чем я говорил? Жертва живая, она движется. Живая жертва — это посвящение. Когда человек говорит, «Каждый день я готов делать необходимое исправление, чтобы быть тем, кем мне надо быть». Давайте посмотрим, что написано во втором стихе. «И не сообразуйтесь с миром Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Прежде чем разобрать второй стих, хочу вспомнить о корабле Аполлон. После того, как он стартовал с Земли, он направился прямо к Луне. Так думает большинство людей. Но знаете ли вы о том, что после старта каждые 10 минут производилась корректировка курса? Каждые 10 минут приходилось проводить корректировку курса. И потом в итоге они прилунились. Довольно далеко они залетели. Они одну только посадку на Луну назвали успехом. Вот это и значит быть живой жертвой. Я готов делать корректировки курса так часто, как надо. Что бы ни происходило в моей жизни, я делаю корректировку курса. Живя на этой Земле, мы не достигнем окончательной цели. Это произойдет, когда мы пойдем на небеса. Но быть живой жертвой значит делать все необходимое для корректировки курса. Вы слушаете меня. Я не говорю, что вы будете безупречными. Я говорю, что с самого старта, с момента рождения свыше, быть живой жертвой значит делать корректировку курса. То есть, если я упаду, я сделаю корректировку курса. Если приму глупое решение, я сделаю корректировку курса. Сделав ошибку, я произведу корректировку. И сегодня я спрашиваю вас, Готовы ли вы проводить корректировку курса? Если будете делать ее, вы живая жертва, святая. Знаете, это очень послужило мне. Надеюсь, вы продолжаете размышлять над Словом Божьим каждый день. Размышление над Словом Божьим — это потрясающее время. И я размышлял над 21 стихом из 5 главы 2 послания Коринфянам. Честно скажу вам, размышляя над 1 стихом из 5 главы 2 послания Коринфянам, я сказал, «Мне известно это место Писания, но не знаю, какое откровение получу от размышления над этим местом Писания, ибо незнавшего греха Он сделал для меня жертвою за грех, чтобы я в нем сделался праведным перед Богом». Я сказал, «Это я знаю», и продолжил размышлять. И вот мне пришла мысль. Он сделал Христа жертвою за грех, чтобы мне стать праведным. Я бы никогда не стал праведным, если бы Он не стал жертвою за грех. Я стал тем, кто я есть, благодаря тому, кем стал Он. Так как же мне ставить себе в заслугу то, кем я стал, зная о том, что Он стал жертвою за грех, и это позволило мне стать праведным? Если убрать то, кем Он стал, тогда исчезнет то, кем стал я. Он стал жертвою за грех, чтобы я стал праведным, но не только. Благодаря тому, что Он был сделан жертвою за грех, я стал мудрым, я стал искупленным. Благодаря тому, что Он стал жертвою за грех, я стал святым. Я стал святым не благодаря тому, что я сделал. Я стал святым благодаря тому, что сделал Он. Он был сделан жертвою за грех, чтобы мне стать святым. «Основа моей святости — то, кем был сделан Он, а не то, что сделал я». Скажите, «Благодарение Богу за Иисуса». «Благодарение Богу за Иисуса». Аминь. Второй стих. Слава Богу. «И не сообразуйтесь». Интересное слово. Греческое слово означает «принимать форму или вид». Так и сказано в расширенном переводе. Скоро мы посмотрим его. «И не сообразуйтесь с веком сим». То есть не принимайте вид обличия мирских людей, но преобразуйтесь или изменяйтесь, каким образом? Обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что? Что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная? На что я раньше не обращал внимания? На союз «и». «И не сообразуйтесь». То есть в первом стихе апостол говорит, «Умоляю вас, милосердием Божьим, будьте живой жертвой и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Он говорит здесь две вещи. Две вещи. «Будьте живой жертвой», то есть будьте готовы корректировать курс и обновляйте свой ум. «Если будете делать это, я приглашаю вас в совершенную волю Божью». Каким образом? «Если вы станете живой жертвой и обновите свой ум, я приглашаю вас узнать через то, что вы будете делать эти вещи, совершенную волю Божью». Кто из вас хочет узнать совершенную волю Божью для своей жизни? Апостол говорит, «Умоляю вас, милосердием Божьим, сделайте это, станьте живой жертвой и не будьте как мирские. Изменяйтесь. И тогда узнаете совершенную волю Божью для своей жизни». Я говорю вам, вам незачем оставшуюся часть жизни оставаться в неведении относительно того, для чего вы живете. В неведении о том, какова совершенная воля Божья для вашей жизни. Зачастую люди не знают совершенную волю Божью для своей жизни из-за того, что не следует инструкциям. А ведь здесь ясно сказано, «Если хотите знать совершенную волю Божью для своей жизни, станьте живой жертвой, обновляйте свой ум, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная для вашей жизни». Скажите, «Я могу знать совершенную волю Божью для моей жизни». Скажите, «Я буду знать совершенную волю Божью для моей жизни». Я живая жертва. Я буду обновлять свой ум Снова, снова и снова Как процесс Аминь Смотрите, что сказано во втором стихе Я хочу объединить эти два места Писания Изначально Библия не была разделена на главы и стихи Иногда, для лучшего понимания, нужно это деление убрать Здесь стоит союз «и» Это соединительный союз И не сообразуйтесь с веком Сим Но преобразуйтесь обновлением ума вашего Преобразуйтесь, отличайтесь от мира через обновление ума вашего Будьте живой жертвой Проводите корректировку курса Чтобы вам познавать Что есть воля Божья Благая, угодная и совершенная Прочитаем этот стих в расширенном переводе Во втором стихе Павел говорит Не сообразуйтесь И не сообразуйтесь с миром, веком, Сим Не принимайте его обличие И не приспосабливайтесь к его внешним поверхностным обычаям По сути, он говорит Должна быть разница между христианами и теми, кто ими не является Понятно? Он говорит, должна быть разница между верующим и неверующим. Для тех, кто думает, что ее может и не быть, апостол говорит, «Она должна быть, должна быть разница между верующими и неверующими. Не принимайте его обличие и не приспосабливайтесь к его внешним поверхностным обычаям, но преобразуйтесь, изменяйтесь». Скажите, «изменяйтесь». Здесь нам объясняют, как изменяться. «Изменяйтесь обновлением ума вашего. Обновляйте свой ум». Что значит обновлять свой ум? Изменять свой ум — значит обменивать собственные мысли и мнения на Божьи мысли и мнения. Это значит сравнивать свой образ мышления со Словом Божьим. И если ваш образ мышления не совпадает с Божьим Словом, то вы не пытаетесь изменить Слово Божье, а позволяете Слову Божьему изменить ваше мышление. Значит, часть корректировки курса — это изменение мышления. Библия говорит, что каковы мысли в сердце человека, таков и он. Таким образом, не мыслите так, как мыслят мирские. Не мыслите так, как мирские. Если будете мыслить как мирские, то вы и будете как мирские. Не знаю, как люди понимают слова «не принимайте его обличие», но это в любом случае происходит через изменение мышления. Как мыслит человек, таков и он. Если вы мыслите как мирские, то вы и будете такими, как они. Если вы мыслите не так, как мирские, а мирские мыслят не так, как вы, христианин, значит, между христианами и миром есть очевидная разница. Следовательно, разделительная линия — это что? То, как вы мыслите. О Боже, послушайте меня. Что бывает, если вы, став христианином, мыслите так, как и раньше? Вы не изменили свои мысли. Вы приняли спасение, но свои мысли не изменили. Вы посвятили себя тому, чтобы быть рожденным свыше христианином, но не посвятили себя тому, чтобы быть живой жертвой, чтобы корректировать свой курс и изменять образ мышления. Что же происходит? Вы рожденный свыше христианин, но получается, что вы прежний человек с новым титулом. Вы живете, как раньше, потому что мыслите, как раньше. Так надо мыслить по-другому. Скажите своему соседу. Мыслите по-другому. Однако надо не только мыслить по-другому, но как еще? Как? По Слову Божьему. Это важно. Я не хочу, чтобы вы колебались при ответе на этот вопрос. Надо мыслить как? Как мы мыслим? По Слову Божьему. Правильно? Если вы не измените свое мышление, то вы не сможете изменить свою жизнь. Вы не сможете узнать волю Божью для своей жизни, мыслия как мирские люди. Вы не сможете узнать цель своей жизни, если будете мыслить так, как мыслили до спасения. Если вы хотите узнать цель своей жизни, начать надо с того, чтобы стать живой жертвой. и изменить свое мышление. Сделав это, вы пойдете в направлении воли Божьей для вашей жизни. Какое печальное свидетельство, когда человек спасен 20 лет и не знает, что он делает. Я гарантирую вам, этот человек мыслит так, как мыслил всегда. У него обличие мира. Он принял форму, навязанную ему миром. Потому что он мыслит так же, как и раньше. Если вам понятно, скажите «Аминь». Я заглядываю в свои заметки, которые я сделал, чтобы ничего не забыть. Прочитаем третий стих. Итак, мы были приглашены познавать благую, угодную и совершенную волю Божью. У богословов был спор. Здесь, во втором стихе, и до того, как мы перейдем к третьему, почему я соединяю их вместе? Потому что третий стих начинается со слова «ибо» или «потому что». «Ибо» и «потому что» взаимозаменяемо. Мы имеем здесь тот же мыслительный ряд. Апостол говорит о «благой, угодной и совершенной воле Божьей». И дальше он говорит «Ибо». Многие богословы задают вопрос, относится ли это слово к воле Божьей, как к «благой, угодной и совершенной» или к тем этапам, через которые мы проходим в познании воли Божьей, познавая ее сначала как благую, затем как угодную, затем как совершенную. И то, и другое доктринально правильно. Потому что воля Божья — благая, угодная и совершенная. И также по мере того, как вы начинаете ходить в воле Божьей для вашей жизни, то будете ходить в «благом, угодном и совершенном». Так что обе точки зрения правильны. Мы приглашены быть частью совершенной воли Божьей. Бог не пригласил меня к познанию части своей воли. Он пригласил меня быть частью Его совершенной воли для моей жизни. Как же я смогу, придя на небеса, сказать, «Господь, я покаялся, но не знал, что надо делать». Нельзя допустить, чтобы христианин не отказался от мирского мышления. Скажите соседу, измените мышление. Вот что я хочу сказать вам, и это мое личное мнение. Я считаю, что обновление ума — это самое важное после рождения свыше. Третий стих. Это классно все соединяется вместе. «Ибо я говорю по данной мне благодати». Это очень интересно. Я делаю то, что делаю, потому что нам не благодать, чтобы делать это. Но также на каждом из нас есть благодать делать то, что мы делаем. Мне дана благодать делать мою работу, а вам свою. И есть множество работ, на которые людям дана благодать. Итак, он говорит, «Ибо я говорю по данной мне благодати». Всякому из вас говорю, «Не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте трезво. Интересная мысль. Что является противоположностью трезвого мышления? Нетрезвое мышление. Мыслить вразрез со Словом Божьим означает иметь нетрезвое мышление. Если человек алкоголик, то он не мыслит здраво, правильно? Он пьяный, и его мышление нездравое. Апостол говорит, «Мыслите трезво». Что такое трезвое мышление? Это мышление, совпадающее со Словом Божьим. Не мыслят согласно Слову Божьему, вы мыслите как пьяный человек. А это значит, что ваше мышление нездравое. Потому что надо обновлять свой ум, чтобы не мыслить нетрезво. Вы посмотрите, как люди сегодня мыслят. Это опьянение, сумасшествие. Вы спросите, о чем вы говорите? Поговорите с людьми, и вы услышите безумие. Они опьянены. Откуда они только берут свои мысли? И это хорошо, и это правильно. Правда? Откуда вы это взяли? Они опьянены. Апостол говорит, что нам была дана благодать. Каждому из нас дана благодать делать свою работу. Всякому из вас говорю, «Не думайте о себе более». Никто не должен думать о себе более, нежели должно думать. Но никто не должен думать и менее, нежели должно. Апостол объясняет, как должно думать о себе. «Не думайте о себе более, нежели должно, иначе впадете в гордыню. Не думайте о себе менее, нежели должно, иначе впадете в ложное смирение. Но думайте трезво». И дальше он дает определение. «По мере». Смотрите, это очень сильно. Апостол смиряет вас, чтобы один человек, которому дана благодать, не превозносился над другим, которому тоже дана благодать. Кому-то дана благодать быть пастором, и он по этой причине может посчитать себя выше других. Видите, что говорит Павел? Он смиряет всех. Он говорит, «Обратите внимание, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Бог уделил каждому. Какое мощное место Писания. Это значит, что каждому присутствующему здесь Бог уделил. «Каждому Бог уделил меру веры». Апостол не сказал, «Бог уделил каждому некоторую меру веры». Тогда все было бы по-другому. В этом случае это значило бы, что мера веры у всех разная. Но апостол говорит, что Бог уделил каждому меру веры, то есть она у всех одинаковая, и никому не уделено веры больше, чем другому. Никто не может сказать Богу, «Ему ты уделил больше веры, поэтому не можешь ожидать от меня того же, что и от него». Нет, нет, нет. А чью веру Бог уделил людям? Свою, не так ли? Откройте послание к Галатам, 2 главу. Прочитаем 20 стих. В 12 главе послания к Римлянам мы еще вернемся. Посмотрите вторую главу послания к Галатам, 20 стих. Итак, Бог уделил каждому меру веры. Согласно посланию к Галатам, 2, 20, это потрясающе, мы живем верой в Иисуса. Послание к Галатам, 2, 20. Если вы там, скажите «Аминь». «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия». Так чьей верой живет Павел? Верою Сына Божьего, а как его имя? Он живет верою Иисуса. Я говорю, он живет верою Иисуса. А чьей верой живем мы с вами? Это его вера, не так ли? Так что такое утверждение правильное. Кто-то говорит, этого не произошло, должно быть что-то не так с моей верой. Нет, эта вера не ваша, это вера Иисуса. А с его верой все в порядке. Одни люди используют ее максимально, другие вообще не используют. Пока мы здесь, посмотрите второе послание Петра. Второе послание Петра, первая глава, первый стих. Я хочу убедить вас в том, что данная вам вера — это дар. Благодать, дар и вера — дар. Бог дал вам благодать, затем по благодати веру, чтобы вы, по вере, делали то, чему я вас учу. Во втором послании Петра, первой главе, первом стихе, сказано, «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим что? С нами равнодрагоценную веру. Мы приняли равную веру. Скажите, я принял равнодрагоценную веру. А теперь посмотрите девятую главу Книги Деяний. Прочитаем стихи с 36 по 42. Книга Деяний, девятая глава, стихи с 36 по 42. Ту самую веру, которую Иисус уделил каждому, Петр использовал, чтобы воскресить серну из мертвых. Ту же самую веру. Иногда христиане говорят, «Его вера лучше моей, поэтому пусть лучше он помолится». Нет-нет, это та же самая вера, вера Иисуса. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милосты. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в гробнице. А как Лидда была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек попросить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр встав, пошел с ними, и когда он прибыл, ввели его в горницу. И все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна. Эта программа стала возможной благодаря помощникам и друзьям, служения Крефла Доллара. Каждый раз, когда мера веры не используется более великим образом, большей мерой, чем он дал, это всегда происходит по причине вашего необновленного ума. По той причине, что ваш ум просто не знает, что он может. И потому Бог говорит, «Станьте живой жертвой, обновитесь в своем уме, и тогда я дам вам меру веры». Аллилуйя! И эта мера, независимо от того, что у вас за работа, поможет вам быть великим в том, что вы делаете. А сейчас сегодняшнее послание с Крефла Долларом. Откройте послание к Галатам, 2 главу, 20 стих. К 12 главе послания к римлянам мы еще вернемся. Прочитаем 2 главу послания к Галатам, 20 стих. Итак, Бог уделил каждому меру веры. Согласно посланию к Галатам, 2, 20, мы живем. Это потрясающе. Мы живем верой Иисуса. Послание к Галатам, 2, 20. Если вы там, скажите «Аминь». «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу воплоти, то живу верою Сына Божьего». Так чьей верой он живет? Сына Божьего. Верою Сына Божьего. А как его имя? Иисус. Он живет верою Иисуса. Я говорю, он живет верою Иисуса. А чьей верой живем мы с вами? Иисуса. Это его вера, не так ли? Так что это утверждение правильное. Кто-то говорит, этого не произошло, должно быть что-то не так с моей верой. Нет, это не ваша вера, это вера Иисуса. А с его верой все в порядке. Одни люди используют ее максимально, другие вообще не используют. Пока мы здесь, откроем второе послание Петра. Второе послание Петра, первая глава, первый стих. Я хочу убедить вас в том, что данная вам вера — это дар. Благодать — это дар, и вера — это дар. Бог дал вам благодать, затем по благодати веру, чтобы вы по вере делали то, чему я вас учу в воскресенье. Или сегодня. Во втором послании Петра 1.1 сказано, «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим что? С нами равнодрагоценную веру». Мы приняли равную веру. Скажите, «Я принял равнодрагоценную веру». «Я принял равнодрагоценную веру». А теперь прочитаем девятую главу книги Деяния. Стихи с 36 по 42. Книга Деяния, девятая глава, стихи с 36 по 42. Ту самую веру, которую Иисус уделил каждому, Петр использовал, чтобы воскресить серну из мертвых. Ту же самую веру. Иногда христиане говорят, «Его вера лучше моей, поэтому пусть лучше он помолится». Нет, нет, это та же самая вера, вера Иисуса. В Иопии находилась одна ученица, именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, прислали к нему двух человек попросить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр встал, пошел с ними, и когда он прибыл, ввели его в горницу. И все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Сороковой стих. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился. И обратившись к телу, сказал, «Тавифа, встань». И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Дальше сорок первый стих. «Он, подав ей руку, поднял ее, и, призвав святых и вдовиц, поставил ее пред ними живою». И сорок второй. Это сделалось известным по всей Иопии. И многие уверовали в Господа. Вот что я хочу вам сказать. Вера Петра ничем не отличалась от той, что есть у нас с вами. У нас та же самая вера. Брат Доллар, вы что, хотите сказать, что у меня есть вера воскрешать мертвых? Да, просто Петр использовал свою веру больше, чем вы используете свою. Мера веры у нас одна. Просто он свою использовал больше, чем вы свою. Если бы я дал каждому по тысяче долларов, и кто-то решил бы потратить 900, а вы — только два. Сумма у вас одинаковая. Просто он потратил больше, чем вы. Вот так и веру. Вам надо больше использовать ее. А вы решаете использовать свою веру не раньше, чем придут счета к оплате. Бог уделил каждому меру веры. Итак, серна была воскрешена из мертвых. Проблема в том, что когда у вас... Вернемся к 12 главе послания к римлянам. Проблема в том, что у вас необыкновенный ум, который не знает, что делать. Так какая разница между вашей верой? Третий стих. Какая разница между вашей верой, которая такая же, как и у меня? О чем сказано во втором стихе? Проблема в необновленном уме, который не знает, что у вас есть. Проблема — необновленный ум, который не знает, что у вас есть. Приведу вам иллюстрацию, чтобы вам стало понятно. Чтобы запустить двигатель, энергия от аккумулятора машины должна поступить к стартеру. Эта энергия подается через провода. Аккумулятор олицетворяет нашего духовного человека. Это место пребывания веры. Провода — это наш ум, который нуждается в обновлении. Ну а стартер — это наше физическое тело. Все понятно? Если у вас негодные провода, тогда энергия от аккумулятора к стартеру поступать не будет. Так и здесь. В вашем духе есть вера, с помощью которой вы можете воскрешать мертвых. Но если ваши провода испорчены, не обновлены, тогда энергия из вашего духа не перейдет в ваше физическое тело, где вы сможете использовать ее. Каждый раз, когда мера веры не используется более великим образом, большей мерой, чем он дал, это всегда происходит по причине вашего необновленного ума. По той причине, что ваш ум просто не знает, что он может. И потому Бог говорит, «Станьте живой жертвой, обновитесь в своем уме, и тогда я дам вам меру веры». Аллилуйя! И эта мера, независимо от того, что у вас за работа, поможет вам быть великим в том, что вы делаете. Аминь. Если вам это понятно, скажите «Аминь». Прочитаем четвертый стих. «Ибо», то есть он еще не закончил, и продолжает говорить о том, как вы можете быть частью совершенной воли Божьей для вашей жизни. «Ибо как в одном теле у нас много членов, много членов в одном теле. В вашем физическом теле имеется много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Хотя каждому верующему дана мера веры. Ему не дано в теле Христовом одно и то же дело. Каждому из нас дана мера веры. Скажите, «У меня есть мера веры». Но дело у нас не одно и то же. Я хочу, чтобы вы поняли. Вы понимаете, что с моей стороны было бы неправильно пытаться сделать вас такими, как я? С моей стороны правильно уважать разные дела в теле Христовом. Потому что, уважая их, я понимаю, что хотя у нас одна и та же мера веры, но помазание делать разное. У нас разное поручение, разные дела. Но какое бы у нас ни было дело, у нас одна и та же мера веры, чтобы мы делали свое дело, то, что нам поручено, хорошо. Итак, у нас разные составляющие, разные дела. Но все мы — часть тела Христова. Аминь. Прочтем пятый стих. «Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь — один для другого члены. Мы многие, но мы также один для другого члены. Нога отличается от руки и от головы. Вы согласны со мной? Нога — часть тела, но она отличается от руки и от головы. При этом все эти члены — части одного тела. Так и у каждого верующего свое дарование и своя работа. При этом все мы составляем одно тело во Христе. Мы с радостью принимаем данные Богом различия и не пытаемся делать всех такими же, как мы. Человек с ногами, но без рук — инвалид. Человек только с ногами и без рук — калека. Подумайте, каково бы это было, если бы у всех были бы одни только ноги, но не было бы рук. Вам понятно, о чем я говорю? Тело Христова действовало как инвалид, потому что разные части его не действовали как одно. Есть разные части, но мы не функционируем как одно. Потому и существуют все эти разные деноминации, поскольку мы не знаем, как нам функционировать как единое целое. Это плохо. Длительное время мы демонстрировали инвалидность. Тело инвалида. Мы все время объединяемся с теми, кто похож на нас. И понятия не имеем, как уважать тех, кто на нас не похож. Я люблю различия. Когда я общаюсь с теми, кто не похож на меня, это делает меня лучше. И я могу больше ценить ту роль, которую играю я. Но я не хочу делать всех такими, как я. Это скучно. Представьте, каким был бы мир, если бы он был наполнен людьми, такими же, как я. Я бы не хотел быть в таком мире, где все похожи на меня. Вам понятно, о чем я говорю? Шестой стих. Апостол продолжает мысль. «И как под данной нам благодати, имеем различные дарования». Это интересно, потому что Павел начинает упоминать какие-то вещи, и нам надо дать им определение. Сегодня мы должны дать определение и понять, что это такое. «И как под данной нам благодати, имеем различные дарования», то «имеешь ли пророчество?» «По мере веры». Это очень интересно. Походу, вы и так увидели бы. Но я хочу сказать об этом сейчас. Есть благодать для спасения, которая явилась всем согласно посланию к Титул 2.11. Явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков. Благодать для спасения доступна всем. Им только надо поставить подпись и получить. Но есть и другие благодати, которые дает Бог по своему выбору. Согласно 12 главе 1-го послания к коринфянам, есть различные благодати, которые Бог дает людям. Семь из них перечислены здесь, в 12-й главе послания к римлянам. Пророчество, служение, учение, увещевание, даяние, начальствование и благотворительность. Семь этих благодатей перечислены в данной главе. Еще раз. Пророчество, служение, учение, увещевание, даяние, начальствование и благотворительность. Прочитаем седьмой стих. Помните, что он... Обратите внимание. То, что вы имеете благодать делать что-либо, одно то, что вы имеете благодать пророчествовать, не делает вас пророком. Для этого у вас должно быть особое дарование. То, что вы можете учить, а все в теле Христова могут учить, но это не делает вас учителем. То есть, не значит, что вы имеете этот дар для служения. Многие люди вошли в служение потому, что могли, а не потому, что были помазаны. Это понятно? Тут нужно провести различие между тем, что стало нам доступным, что можем делать все мы. Из седьмого стиха следует, что все мы в разные периоды жизни можем пророчествовать. Все мы можем служить. Все мы можем учить. Все можем увещевать. Все можем раздавать. Все можем начальствовать. Все можем благотворить. Но я говорю об особенном даровании. О необычном даровании. О чем-то выдающемся. Выделяющемся из того, что могут делать все. Да, я думаю, каждый может учить другого из Писания. Но есть помазание учителя. Время от времени вы можете пророчествовать, но это не призывает вас в служение пророка. Всем это понятно? В седьмом стихе говорится, послушайте, что он здесь говорит. Это удивительно. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли в учении. Так что есть что-то такое. Вы понимаете, кто такой пророк и что такое пророчество. Но есть в этом призвании нечто, что я хочу рассмотреть подробно. Давайте прочитаем этот стих в расширенном переводе. Мы даем определение служению. Что это такое конкретно? Если мы не поймем, то автоматически будем думать, «Ну-ка, займусь этим служением». Но апостол говорит не об этом. Расширенный перевод. «Тот, чей дар — практическое служение, таково его служение. Пусть отдает себя служению». Значит, говоря здесь о даре служения, он говорит о даре слуги, когда вы служите другим людям. Те, кто приветствуют людей, наши ашеры исполняют это служение. Многие из них — добровольцы. Это практическое служение другим людям. Итак, апостол говорит о даре практического служения другим людям. Первое послание к Коринфянам, 16.5. Откройте это место. В первом послании к Коринфянам, 16.5, речь как раз об этом. Тут речь о человеке, служащем другим людям. Он это делает и не смотрит на это, как на рабство. Но ему дана благодать служить другим людям. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаии, и что они посвятили себя «Послушайте, на служение святым». На служение святым. Они служили святым. То есть, не мне поручили какое-то служение. Это конкретное служение — служить другим людям. Вернемся к 7 стиху 12 главы послания к Римлянам. Также важно и следующее. Между служением пророка и учителя — служение слуги. Почему я об этом говорю? Потому что многие не считают служение другим людям важным. На самом деле, единственное, как вы можете реально служить Иисусу, это служа другим людям. Вы не можете служить Иисусу, пренебрегая людьми. Как вы можете служить Иисусу, который ни в чем не нуждается? У Него есть все для вас, а вы пытаетесь служить Ему. Ему от вас ничего не нужно. Он ваш обеспечитель. Он обеспечивает вас. Как вы можете служить Ему, когда нуждаетесь в Его обеспечении? А если вы хотите служить Иисусу, то делайте это, служа другим людям. Он ставит это служение между служениями пророка и учителя. Пророк — первый среди пяти даров служения. Учитель — третий по рангу в служении, состоящим из пяти частей. И это служение, будучи одним из пяти, стоит между номером один и номером три. Служение другим людям. Боже, милостивы! Это сильно. Служение другим людям. Так что, если вы как-то принижаете служение другим людям, потому что у него нет эффектности служения пророка, и нет такого внимания, каким пользуется учитель, то, знаете, в нем есть сила, есть вера, аллилуйя, доступная людям, которым дана благодать служить другим. Вот в чем дело. Если вам не дана благодать служить другим, тогда и не беспокойтесь об этом. Не беспокойтесь. Я дам вам знать. Вы приходите служить мне, но не проходит много времени, а вы уже даете мне наставление. Идите, это не ваше призвание. Или пробуйте себя в служении Ашера. Присаживайтесь вот сюда. Человек не хочет, и вы готовы обругать его. Нет, не занимайтесь этим. Вам не дана благодать это делать. Вы пришли в служение приветствования, но вы гневаетесь на людей? Когда они заходят, кто чувствует на вас этот дух, вы недовольны из-за того, что они прошли мимо вас и не улыбнулись? Вы не помазаны приветствовать. Найдите свое дарование. Как? Будьте живой жертвой и обновляйте свой ум. Аминь. Если что-то не то, значит, это не является совершенной волей Божьей для вас. Вы поете в хоре. Помазание должно снимать бремена и разрушать иго рабство. Но всегда, когда вы поете, у людей головная боль. Ну, так значит, вы не помазаны это делать. Вам не дана благодать. Уходите из этого служения. Уходите. Аллилуйя. В седьмом стихе сказано, «Имеешь ли служение, пребывай в служении?» Учитель ли? В учении. Восьмой стих. Увещатель ли? Увещивай. Увещатель, буквально, это значит «целиком и полностью ободряй». Я имею в виду буквальное значение. «Целиком и полностью ободряй». Целиком и полностью ободряй. Есть такие люди, которым дана благодать ободрять других. Они это делают. Даже когда у них проблемы, ты об этом не узнаешь, потому что они слишком заняты ободрением других. Увещатель ли? Увещай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Следующая благодать — быть даятелем. Вы знали, что в том, что касается даяния, есть особое помазание. Есть люди, которые раздают. Но смотрите, что говорит апостол. В простоте, что он имеет в виду, даяние должно проявляться как щедрое даяние. Павел говорит, что те, кто помазан на служение даятеля, должны быть щедры в своем даянии. Так что он не говорит, «Знаете, мы можем делать все семь. Особенно это мы отдаем». Но апостол говорит, «Человек, которому дана благодать раздавать, делает это в простоте». Что это значит? Он щедр. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Делай это с щедростью. Видя слово «в простоте», вы можете подумать. Некоторые проповедники вырывают это слово из контекста и говорят, «В Библии сказано, раздавай в простоте, это значит, каждому надо дать по миллиону долларов». Нет, в простоте значит не это, а то, что это проявление щедрого даяния. Аминь. Послушайте, что он говорит дальше. «Начальник ли? Начальствуя с усердием». По-гречески «начальствовать» значит «провышать рангом». Представительствовать. Давайте прочтем восьмой стих в расширенном переводе. Расширенный перевод дает подробное объяснение, что значит «начальствовать». Это благодать для администрирования. Такой человек берет на себя руководство, и он всегда впереди. Только что его не было видно, и вот он уже руководит и предлагает разные идеи. «Увещательный — увещевай, ободряй. Раздавательный — раздавай. Раздавай в простоте и свободе. Тот, кто оказывает помощь и управляет». Понятно? Управляющий, администратор — тот, кто умеет начальствовать. Тот, кто впереди, и ему дана благодать это делать. Это значит «быть администратором», «администрировать». Вернемся к переводу короля Иакова. Дальше речь о милости. В простоте, начальник ли, начальству и с усердием. Благотворитель ли? Ему дана благодать проявлять милость. Благотворителей Павел призывает действовать в своем даре с радушием. Греческое слово, которое переведено «с радушием», означает «весело». То есть, когда мы благотворим, то делаем это не с мрачным видом. Апостол говорит, «Благотворя, не будьте мрачными, но веселыми». «Будьте веселыми». Милость — это когда вы получаете не то, что вы заслужили, и вы рады оказывать людям милость. Павел говорит, «Будьте веселыми, действуя в этом даре». Вот таким образом вы проявляете милость. Девятый стих. «Любовь, да будет непритворно». Я посмотрел значение этого слова. Оно буквально значит «нелицемерно». Пусть ваша любовь будет «нелицемерно», «непритворно» или «нелицемерно». Отвращайтесь зла, «прилепляйтесь к добру». Давайте поговорим о том, что такое «нелицемерная любовь». Невозможно любить кого-либо без Божьей любви. Вы это знаете, да? А что означает «лицемерная любовь»? Любить «лицемерно» — это значит, что вы любите без ненависти. Минутку. Интересно. Как любовь и ненависть действуют вместе? Послушайте. Невозможно любить кого-либо без Божьей любви. Без ненависти ко всему, что против этого человека. Невозможно говорить «я люблю Бога» без ненависти к злу. Это лицемерие. Вы не можете любить Бога без ненависти к злу. Когда вы говорите, что любите Бога, при том, что толерантно относитесь к злу, это делает вашу любовь притворной.